На прошлых уроках у нас с вами была зоология беспозвоночных. То есть это животные, у которых нет осевой скелетной составляющей. Сегодня мы с вами переходим к новому типу. Очень большому, очень приспособленному с точки зрения эволюции, типу хордовые. К которому, к большому счету, относятся и все, в том числе все позвоночные, в том числе и человек. Итак, тип хордовые. Большой, продвинутый и приспособленный. На этом слайде мы с вами видим общую схему, как вообще внутри эти самые хордовые животные устроены. В принципе, хорда – это внутренний осевой скелет. Вот это опорно-двигательная система. Формируется она в спинной части. И получается, что у некоторых представителей хордовых вот этот эластичный тяж. Он пожизненно остается таким вот скелетиком. А у более эволюционно развитых, опять же, у позвоночных животных, такая эластичная хорда только в зародышевом состоянии есть. А у взрослых животных хорду заменяет прочный позвоночник. Собственно, поэтому развитые хордовые называются позвоночными. Позвоночник, в том числе и у человека у нас с вами, из костной ткани и из хрящевой ткани. Прочный, твердый, выполняющий очень важную опорную и защитную функцию. Вот, значит, всего в хордовых около 50 тысяч современных видов. Достаточно много. Вот на этом слайде, как я уже сказала, вот видна общая схема строения всех хордовых. Вот, мы видим на рисунке, есть под цифрой 3 обозначена та самая хорда, вот, опять же, которая либо такая вот эластичная, мягкая у низших представителей хордовых, либо которая, опять же, во взрослом состоянии переходит в твердый костный скелет у высших представителей. Вот, под цифрой 3 та самая хорда. Вот, опорный такой вот спинной аппарат. Вот, под цифрой 4 нервная трубка. Вот, у хордовых очень развитая нервная система. Вот, более развитая, нежели у предыдущих типов животных. Вот, под цифрой 2 кровеносные сосуды. Вот, кровеносная система тоже достаточно развитая и усиленно переносит кровь по всему организму, вот, снабжая организм кислородом и питательными веществами. Вот, значит, жаберные отверстия, ну, либо у, опять же, наземных представителей есть легкие. Вот, уже не трахеи, как раньше, вот, а вполне себе развитые легкие, которые обеспечивают усиленный газообмен. Вот, и, наконец, пищеварительная трубка, вот, которая преобразуется в пищеварительную систему. Вот, у всех хордовых, вот, строение плюс-минус вот такое. Вот, кроме того, ну, на этой картинке не показана развитая мускулатура, вот, у хордовых активно развиты мышцы, вот, с помощью которых они двигаются. Вот, а в головном отделе расположены, опять же, хорошо развитые органы чувств, с помощью которых животные ориентируются в пространстве, вот, понимают, что и как их окружает. Вот, и... Вот, собственно, вот эти вот органы чувств отправляют сигналы об окружающем мире в головной мозг, в нервную систему. Вот, и таким образом, опять же, животное вообще ориентируется, что вблизи его ожидает, что будет, и... Ну, опять же, органы чувств и нервная система развиты хорошо. Вот, для активного ориентирования на местности. Вот, представители хордовых. Вот, большинство представителей вы наверняка знаете. Вот, здесь мы видим так называемый подтип позвоночные. Да, это, и как я сказала, более эволюционно развитые животные, у которых хорда во взрослой жизни заменяется костным скелетом. Вот, опять же, группа, вот, группа хордовых, вот, подтип черепные или позвоночные. Вот, это рыбы, вот, наверняка, которых вы видели. Вот, это земноводные, вот здесь по цифре 2 обозначена лягушка. Вот, это присмыкающиеся или рептилии, вот здесь по цифре 3 ящерица, по цифре 4 змея. Вот, это птицы, по цифре 5 птичка, сойка, если я не ошибаюсь, да, сойка. Вот, и, наконец, это млекопитающие волк. Вот, это все подтип позвоночные, вот, в типе хордовые. Вот, и у всех вот этих вот классов, вот, хорда во взрослом состоянии переходит в костно-хрящевой позвоночник. А сегодня мы с вами поподробнее будем знакомиться с другим подтипом хордовых. Вот, это так называемый, так, опять же на первой картинке, вот, подтип бесчерепные. Вот, они выглядят примерно так. Один из представителей ланцетник. Так, ланцетника, ну, достаточно редко кто видит. Это не такое часто встречающееся животное, как все остальные, вот, представители, вот, черепных или позвоночных на прошлом слайде. Вот, но, тем не менее, это вполне себе такой распространенный представитель. Напоминает немножко рыбку, чуть-чуть, вот, но, опять же, в отличие от рыб, у бесчерепных очень важный момент. Позвоночника у них нету. Соответственно, черепа у них тоже нету. У них, вот, вместо позвоночника пока еще сохраняется эластичная, вот, такая достаточно мягенькая, вот эта вот хорда в серединке. Вот, животные-то морские, вот, живут в воде, в соленой воде, в основном вблизи дна. Вот, зарываются в песочек, как здесь, опять же, на картинке показано. Вот, на протяжении всей жизни сохраняются признаки, вот, которые мы с вами на предыдущем слайде рассматривали. Вот эти вот хорда позвоночником не заменяется. Выглядит, опять же, примерно так. Большую часть времени эти животные проводят, зарывшись в песок, вот, и выставив наружу передний конец тела, вот, голову такую условную, питаются простейшими одноклеточными вод и одноклеточными водорослями. По внешнему виду напоминают такую вот маленькую полупрозрачную рыбку длиной несколько сантиметров. По форме напоминают медицинский инструмент «Ланцет», ну, за это, собственно, и получили свое название. Так, внутреннее строение ланцетника. Вот, она примерно вот такая. Опять же, я подчеркну, что вот это вот внутреннее строение ланцетника, вот, это представитель класса, представитель подтипа бесчерепные, вот, очень похоже на типичное представление хордовых животных. Вот, и вот эта вот хорда сохраняется на всю жизнь. В позвоночник она не переходит. Вот. Это у нас именно ланцетник. Вот, мы видим, опять же, под цифрой 3 хорду, вот, под цифрой 4 нервную трубку, нет, под цифрой, хорда у нас под цифрой 5, вот, под цифрой 4 нервная трубка, вот, под цифрой 6 кишечник, ну, пищеварительная система, жаберные отверстия и околожаберная полость. Вот, это органы газообмена, вот, дышит у нас ланцетник жабрами, вот, но, опять же, живет в воде, поэтому легкие ему не нужны. Вот, кислород получает растворенный из воды с помощью жабр своих. Вот, органы чувств. Осязательные клетки, в основном, вот, в коже. Кожа достаточно тонкая, сквозь нее просвечивают внутренние органы, вот, в целом, такая вот, маленькая, полупрозрачная, почти что рыбка, но не рыбка. Вот, у рыбок позвоночник, в отличие от ланцетника, есть. Органы у нас не только осязательными клетками представлены, вот, но еще и светочувствительными глазками, то есть ланцетник у нас может реагировать на свет. Вот, это не такие развитые глаза, как, опять же, у других представителей, типа хордовые, вот, у более развитых, но, тем не менее, на свет он реагирует, вот, видят, вот, глаза у него есть, сигналы от осязательных клеток и от светочувствительных глазок переходят в нервную систему, вот, где, соответственно, мозгом обрабатываются. Значит, нервная трубка у нас расположена над хордой, вот, опять же, это важный момент, который касается всех хордовых животных. Вот, а под хордой располагается нервная трубка, вот, опять же, под под хордой располагается пищеварительная система, вот, которая здесь под цифрой 6 показана, вот, имеющая вид тоже трубки, вот, в переднем отделе в глотке есть жаберное отверстие, вот, то есть, по сути, жаберное отверстие, вот, как часть пищеварительной системы, но, тем не менее, понятно, что это чисто по строению, вот, а функции у нее свои. на дне глотки находится такой желоб, выставанный ресничными клетками, опять же, ресничные клетки, как я уже говорила, имеют очень согласованное движение, это как такие маленькие-маленькие, многочисленные весла, вот, движение ресничек, вот этих вот, всех-всех-всех маленьких весел создают поток воды, вот, который, во-первых, загоняет в глотку питательные вещества, вот, я напомню, питаются они одноклеточными простейшими, вот, и одноклеточными водорослями, и вот этот самый поток воды, вот этих вот одноклеточных животных и водорослей в глотку вместе с потоком воды доставляют. Вот, кроме того, опять же, поскольку в глотке у нас расположены жаберные отверстия, вот, этот же самый поток воды, вот, не только загоняет съедобные клетки, вот, но и омывает жабры, и получается, что жабры у нас получают свежий приток воды со свежим кислородом. И вот этот вот, да, значит, поток воды, вызванный ресничками, он работает, во-первых, на пищеварительную систему, вот, во-вторых, на жабры, то есть, на кровеносную систему. Сразу вот эта вот свежая водичка, вот, которая требуется и для дыхания, и для питания. Вот, кислород, соответственно, в жабрах переходит в кровеносную систему, вот, и разносится по организму, снабжается организм, кислородом и питательными веществами. Вот, а мелкие пищевые частицы, вот, опять же, клеточки, которые попадают в глотку, они склеиваются и потоком воды направляются дальше по пищеварительной трубке, по пищеварительной системе. Вот, в пищеварительной системе идут пищеварительные соки, ферменты, пища переваривается. Вот, и сейчас, да, значит, на следующем слайде мы посмотрим схему кровеносной системы. Вот. Вот. под цифрой 1 здесь показаны жаберные артерии, кровеносная система замкнутая, опять же, как у всех хордовых. Вот, это очень развитый признак, вот, потому что кровь у нас циркулирует только по сосудам, вот, и кровь не выливается ни в какую полость тела. Вот. По развитой сетке сосудов кровь движется к органам, которые насыщают кислородом, вот, и благодаря этой развитой сетке сосудов кровь более направленно идет, ее достаточно, ну, ее легче направить к конкретным клеточкам, вот, к конкретным тканям и к конкретным органам тканам, вот, она не выливается, опять же, в полость тела, ее не надо потом долго и упорно собирать, вот, ну, соответственно, вот эти вот сосудики, вот, растут достаточно часто, вот, и такой мелкой-мелкой сеточкой пронизывают клеточки и ткани. Вот. Получается, значит, в жабрах кровь обогащается кислородом, вот, который у нас переходит из воды, в воде есть растворенный кислород, вот, и жабры могут, вот, вот, из тот растворенный в воде кислород улавливать, в отличие от легких наземных животных, вот, у наземных животных органы дыхания это легкие, а у водных животных это жабры. Вот, жабры могут улавливать растворенный кислород из воды, вот, значит, в жабрах кровь у нас обогащается кислородом, становится такой красненькой, опять же, на этом рисунке. Вот, дальше, по спинной аорте артериальная кровь, насыщенная кислородом, разносится по всему организму, ко всем органам. Вот, мы видим, что вот это вот, да, этот сосудик у нас красненький, вот, это артериальная кровь, это артерии. Вот, дальше, опять же, в органах тела и в клеточках, в тканях у нас идут химические реакции с затратой кислорода и с образованием углекислого газа, вот, и там, в капиллярах, вот, артериальная кровь, кислород отдает и забирает из клеточек, из тканей у нас углекислый газ. Получается, что, вот эти вот, мелкие артерии из красненького цвета, здесь вот на рисунке, становятся синенькими, вот, это схематично, конечно, вот, кровь там плюс-минус, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, все равно остается красной, вот, но, тем не менее, она становится темнее, потому что гемоглобин соединяется с углекислым газом, вот, и дальше, вот, венозная кровь, насыщенная углекислым газом, вот, здесь она схематично показана синеньким, вот, она движется в переднюю часть тела, вот, опять же, к жабрам, поступает в брюшной сосуд, вот, и мы видим, опять же, схему, да, здесь, по стрелочкам, вот, кровь двигается в сторону тех самых жабр, вот, где опять обогащается кислородом, ну, и, собственно, круг замкнулся, вот, опять же, в жабрах насыщается кислородом, и, опять же, становится артериальной, насыщенной, богатой кислородом, и разносится снова по всему организму, у ванцитников, вот, у бесчерепных животных сердца нету, в отличие от, опять же, более развитых позвоночных, вот, сердца нету, а кровь движется за счет сокращения так называемых жаберных сердец, это стенки брюшного сосуда, вот, того самого, опять же, мощного кровеносного сосуда, у основания жаберных артерий, вот, то есть, получается, что стенки могут сокращаться, ну, скажем так, это почти как сердце, вот, сокращаются, сжимают, и выталкивают кровь вперед, и она по всему организму двигается, вот, но как такового мускульного специального органа сердца у ланцитников, у бесчерепных нету, то есть, они такие вот бессердечные, вот, но тем не менее, сокращения стенок брюшного сосуда им пока вполне хватает, вот, круг кровообращения такой достаточно примитивный и маленький, вот, слишком сильно выталкивать кровь не нужно, вот, опять же, обходятся без сердца, обходятся просто сокращениями стенок сосудов, им этого вполне хватает. вот, можно сказать, что ланцетники. Я сказала, что они морские животные. И в некоторых районах существует даже промысел ланцетников. Для человека они съедобные. Их употребляют в пищу вареными, сушеными. На мелководье они могут достаточно в большом количестве скапливаться. Для промысла они достаточно легкие. Ну и дальше. На следующем уроке мы с вами будем разговаривать уже про подтип черепные или позвоночные. Вот я опять же перехожу на слайд с представителями более эволюционно развитого подтипа. Это подтип черепные или позвоночные. с внутренним строением мы с вами будем знакомиться уже на конкретных классах. Но скажу условно, что у всех вот этих вот животных вот эта вот эластичная мягенькая хорда заменяется прочным хрящевым либо костно-хрящевым позвоночником. вот у всех этих представителей есть череп. Вот тоже очень важная эволюционно развитая деталь, которая защищает головной мозг. вот то есть здесь если у ланцетника вот нервная система ну такой вот сильной защиты не имеет вот то у позвоночных либо черепных животных вот позвоночник вот хрящевой либо костно-хрящевой защищает спинной мозг. Вот в принципе у опорно-двигательной системы есть не только опорно-двигательная функция но еще и защитная вот это защита нервной системы вот очень ценный и очень-очень важный вот для опять же нашей жизни. Вот и получается, что в позвоночнике в глубине позвоночника находится спинной мозг вот а в черепе вот находится головной мозг и вот эти вот опять же хрящевые либо у большинства костно-хрящевые образования вот они твердые вот они не такие эластичные вот но зато твердые прочные вот и у них выраженная такая вот защитная часть вот вместе с этим собственно нервная система тоже у черепных позвоночных вот развивается лучше чем у ланцетника вот то есть опять же есть дифференцировка на вот мощный такой вот нервный узел головного мозга вот мощный спинной узел в виде спинного мозга вот и нервная система таким вот образом делится на центральную вот такой вот управляющей нервной системы орган вот и периферическую где соответственно вот которая собирает информацию от опять же окружающего мира вот и ну опять же у каждого класса вот эти вот этого вот подтипа позвоночная есть свои особенности вот с которыми мы будем более подробно знакомиться на следующих уроках вот первая группа позвоночных животных это рыбы вот и только у рыб у нас скелет во взрослом состоянии может быть хрящевым вот тоже на следующем уроке мы как раз с рыбами будем знакомиться подробнее вот есть отдельный класс хрящевые рыбы у которых именно хрящевой скелет из хрящиков вот есть костные рыбы вот и опять же с точки зрения эволюции у всех групп после вот этих вот костных рыб скелет именно по большей части костной в чем плюс костного скелета вот по сравнению с мягенькой хордой вот и по большому счету тоже там более-менее мягеньким хрящевым остевым аппаратом вот костный скелет более твердый более прочный вот больше защитная и опорная функция вот но опять же есть некоторые преимущества вот и у ланцетников и у хрящевых рыб потому что вот эту вот тонкую эластичную хорду проще построить вот костный скелет требует достаточно сильных вложений так сказать вот нужен синтез костной ткани вот но тем не менее который у более эволюционно развитых животных вполне себе в течение жизни идет оно того стоит вот этих вот трудозатрат по синтезу костной ткани потому что костный скелет защищает гораздо лучше чем хрящевой вот и на порядок опять же лучше защищает нежели вот это эластичная хорда в виде тяжа и дальше уже после рыб вот все более и более развитые земноводные или амфибии вот дальше пресмыкающиеся или рептилии птицы и наконец млекопитающие вот тема наших следующих уроков как раз вот эти вот группы что еще про ланцетника можно сказать вот эти Вот у ванцетника, опять же, если мы возвращаемся именно к бесчерепным, в отличие от развитых позвоночных животных, у ванцетников, во всяком случае, внешне нету дифференцировки на головной и спинной мозг. Хотя головная и спинная части нервной трубки имеют немножко разные функции и немножко разное строение, внешней дифференцировки на головной и спинной мозг нет. И, соответственно, нету, опять же, выраженного черепа, как я уже сказала, для того, чтобы этот головной мозг защищать. Есть там условно нервная трубка, есть головной конец, длиной примерно в два сегмента. Он отвечает за рефлекторную деятельность. Вот. И, соответственно, есть спинно-мозговые нервы. Вот. Где, соответственно, двигательно-чувствительные окончания находятся. Вот. Интересно еще то, что спинные корешки и брюшные корешки не объедены, нет объединения в единый такой нерв, в отличие от, опять же, от высших хордовых животных. Вот. И такая менее развитая система. Вот. Но, тем не менее, опять же, которой ланцетнику вполне себе хватает. Вот. Вот. Для его жизни, вот, чувствительность и движение, вот эта вот нервная система вполне себе регулирует. Вот. Как я уже сказала, вот, достаточно много тактильно-чувствительных клеток. Вот. Есть светочувствительные клетки. Вот. Есть еще клетки химической чувствительности. Вот. То есть, ланцетник, вот, ощущает химические вещества, растворенные в воде. Вот. И, опять же, от всех вот этих вот клеток, вот, информация идет в нервную систему. Вот. Мускулатура, как я уже говорила, у всех хордовых мускулатур есть. Вот. Есть в этой мускулатуре такое сегментное строение. Вот. С помощью которых ланцетник двигается. Вот. Есть так называемая асимметрия мускулатуры, вот, для лучшего скользящего движения. Вот. То есть, получается, что каждый мышечный сегмент, вот, немножко смещается относительно предыдущих. Вот. Соответственно, вот эти вот сегменты последовательно изгибают тело, вот, двигаются червеобразно, вот, вот, изгибаясь, вот, соответственно, вот эти вот мускулы толкают этого самого ланцетника вперед. Вот. И ланцетник способен достаточно активно с помощью хвоста закапываться в грунт, ну, и, соответственно, из этого грунта выбираться. По распространению, вот, ну, как я уже говорила, живут в морской воде, вот, вот, в разных поясах, вот, в том числе живут и в России, в Черном море. Живут в прибрежной зоне, где есть чистое песчаное дно. Вот. Вот. Как я уже говорила, в основном они в околодонной зоне проводят время. Вот. И закапываются в песок, немножечко выдвигая передний конец тела для того, чтобы захватывать вот эти вот одноклеточные, одноклеточные существа для своей пищи. Вот. Вот. Если рыхлый песок, ну, они достаточно активно зарываются. Если вдруг почва очень плотная, они могут даже не зарываться, а просто лежать на дне. Вот. Могут переплывать на небольшие расстояния, вот, могут перемещаться по дну, по-разному. Вот. Вот. Живут в основном колониями. Вот. Могут жить там очень плотными колониями, там, несколько тысяч особей на квадратный метр. Такое тоже бывает. Особенно, если пищи хватает на всех, вот, если можно и потесниться. Вот. Могут мигрировать, вот, то есть, такие сезонные миграции, переплыть на несколько километров и осесть, опять же, на новом месте. Вот. Особенно, если, опять же, еды хватает и если вода чистая. Характер питания у них пассивный, как я уже говорила. Вот эти вот реснички, ресничатые клетки на глотке, вот, создают движение воды. Вот. И с этим вот током воды съедобные одноклеточные существа, планктон, по сути, вот, водоросли, мелкие, вот, одноклеточные животные, вот, и мелкие, очень мелкие, многоклеточные, вот, загоняются в пищеварительную систему, вот, и там перевариваются. Вот. То есть, питание такое вот пассивное. Интересно, что ланцетники есть даже в мифологии. В китайской мифологии легенды о ланцетниках присутствуют. Ну. Вот. И чисто по систематике, наконец, вот, вот этот вот подтип бесчерепные, вот, всего лишь один рот ланцетник и имеет, вот, то есть, единственный представитель, вот, а рот ланцетников включает 23 вида. Вот. То есть, это такой достаточно подтип мало, мало видовой, ну, вот, в отличие от всех остальных хордовых, вот, в отличие от позвоночных, в которых несколько тысяч видов. Вот. Здесь всего лишь 23 вида, вот, в этом вот подтипе. Вот. Вот. Ну, в принципе, наверное, это, пожалуй, все, что можно вот про бесчерепных сказать. Вот. Устроено, ну, я говорю, достаточно примитивно по сравнению со всеми остальными хордовыми. Вот. У всех остальных хордовых мы будем проходить на следующих уроках. Вот. На следующем уроке у нас как раз рыбы. И, вот, опять же, у всех более продвинутых, более развитых эволюционно позвоночных животных или черепных, вот, у них очень важный такой вот, важный признак. Вот. У позвоночных и позвоночных черепных животных, вот, есть очень явная дифференцировка на головной мозг и спиной, вот, и, соответственно, вот, опорно-двигательная система защищает вот этот вот головной мозг и спинной мозг. Вот. Ну, об этом, опять же, вот, про позвоночных животных мы с вами будем на следующем уроке говорить. Вот. Вот. А сегодня, опять же, список использованных источников информации. Вот. И на этом, на сегодня мы, наверное, с вами закончим. Чуть-чуть пораньше получилось. Вот. Все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, пишите. Опять же, несколько минуток я здесь еще, вот, читаю то, что вы пишете. На следующем уроке будем говорить уже про позвоночных животных. Спасибо. 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 Спасибо.